Спасибо Анатолию Ивановичу. Он просил два или три доклада сделать, но попытался в один день все сделать, поэтому вот он этот термин «голопом по Европам», потому что каждая позиция из пяти тянет на свой отдельный доклад, но он попытался все нам рассказать. Значит, ну у нас уже тут вот есть вопросы. Я еще раз напомню, что мы с помощью поднятия рук, там вот внизу на экране зума есть такое слово «реакции», если вы на него нажмете, там можно поднять руку. Ну у нас уже многие это знают. То есть первый у нас Егоров Владивосток. Пожалуйста, вопрос. Так, приветствую всех. Слышно меня, да? Слышно, да. Анатолий Иванович, подскажи, что за сетка вот на кварцевой трубке, там вот один из первых кадров, вертикальная, и там вот явно просматривается сетка? Да, ты имеешь в виду... В самом начале, буквально третий, четвертый. Нет, 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 выше. Буквально третий, четвертый слайд у тебя будет. Вот у нас слайды не нумеруются, поэтому вопрос толком задать нельзя. Еще, еще, еще. Давай, давай, давай. Вот что еще нету? Ну как это нету? Вот теперь вниз. Так, еще давай. Так. Вот эта сетка? О, да, вот, вот, видишь сетка вот такая вот. Ну это, значит, можешь не обращать внимания. Это у меня был, значит, след от изоленты к... Ага, все понятно. Так, второй вопрос. Вот копоть анализировать пытались? Да, конечно. И что вы там нашли? Какие элементы? То есть, по-моему, это просто наработка элементов идет, и, так сказать, они в упаковке, так сказать, не в электрической, ну не в электрической, как на трехлор, а в магнитной, по моим представлениям. Ну я не знаю, магнитной они, это надо исследовать, в какой связи они находятся. Но копоть она находится и на стенках реактора, и на электродах, и на выходе мы можем затвором собирать эти пылевые частицы. Так это углерод или что? Значит, вот, совершенно точно углерод нарабатывается вот в отдельных реакциях, не всегда. Но углерода, вот, особенно, когда, если ты запускаешь в качестве рабочего газа гелий и делаешь, вот, ну, допустим, с никелевыми электродами, там гелий, ну, и, естественно, там водяной пар, рабочий газ получается гелий плюс водяной пар. Значит, так вот, там, получается, углерода, все стенки замазаны этим, так сказать, углеродом. Если меняешь гелий на аргон, ничего нету, то есть, там, это ни со стенок, ни с электродов, это с гелий явно трансформируется, так сказать, вот при взаимодействии с водой. Углерод появляется. Мы анализировали, так сказать, разными методами и массово-спектрометрическим, и, значит, рентгеновским, и медномоаптической спектроскопией. Ну, все понятно. На мой взгляд, там вообще вся таблица Менделеева должна нарабатываться. Так что, спасибо, Анатолий Иванович. Спасибо, Евгений. Цветков, пожалуйста, Сергей. Приветствую всех. Анатолий Иванович, слышно меня? Хорошо слышно, Сергей. Хорошо. Анатолий Иванович, вот я что-то немножко не понимаю вот этот термин гетерогенной плазмоид. Поясните немножко, от чего он там гетерогенный? Или внутри самой плазмы? Или от плазмы? Или что там такое? Такое. Ну, пошла зафиг. Давай вон в воду. Не, я сейчас нажал совершенно случайно. Но, тем не менее, сапливает. Пойдет вода. Вот, 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 вот. Он вспыхнул, реактор. Вот то, что вот сейчас ты видишь, мы называем эрозионным плазмоидом. Гетерогеном или эрозионным? Значит, вот гетерогенная плазма, значит, это прежде всего, значит, плазма, в которой есть гетерофаза. То есть фаза, кофаза, так называемая, то есть частицы. Есть частицы, наночастицы, микрочастицы. Значит, это продукты эрозии катода. Это продукты диссоциации, значит, вот кластера воды, которая, так сказать, вот разлагается, и там могут образоваться комплексные ионы. Значит, то есть помимо, значит, вот основной газовой фазы, есть еще и вот кластерная, ну, то есть фаза, которая, так сказать, не сводится к газовой фазе. А вот плазмоид, что такое? Это посложнее. Значит, вот плазмоид, это прежде всего с легкой руки, так сказать, капится. Это уже, вот, значит, нельзя говорить, так сказать, что это плазма, потому что плазма, она, ну, как правило, так сказать, и границ не имеет. Это имеет, вот ты видишь, что это шнур. То есть это очень похоже на контрагированное состояние. Она должна быть энергоемкая, то есть энергонасыщенная, то есть в ней достаточно большая плотность энергии. Долгоживущая, как правило. Выключаешь подпитку, она еще долго живет. Вот это, все эти вот свойства плазмоида, они до сих пор еще, так сказать, ну, не общеприняты, но вот с легкой руки капицы и с легкой руки бостика, значит, они названы плазмоидами. То есть это компактное, энергонасыщенное, долгоживущее образование, аналог шаровой молнии. Ну, с трудом воспринимается. Вы бы пояснили там, когда будете писать какие-то эти самые статьи, вот этот термин, ладно? Хорошо. Сергей, еще вопросы есть? Спасибо. Спасибо, Сергею Цветкову. Значит, вот следующий у нас Андрош Ковач. Андрош, please your question. Да, я постараюсь по-русски. По-русски, по-русски. Да, что на этом слайде, где была трансмутация никеля и графита, там какой газ, что? Аргон. Это с аргоном, да. Ну, вот это интересно, потому что, вот, например, кальция, это на два виши аргона, и цинк тоже на два виши аргона. Да, да, да. Понятно. И вот второй вопрос, что я хорошо понимаю, и что вот ваши эксперименты показывают, что то, что самое важное, это комбинация плазмы и расправленного металла, что если только расправленный металл взять или только плазму, это не то же самое, как плазма плюс вместе расправленный металл. Это конклюзия правильная? Андрош, Андрош, ты две компоненты, значит, назвал, но есть еще третья компонент. Вот это ионизированный водород, это самая главная компонента, протоны. Протоны, значит, образуются в плазме, то есть это часть плазмы, если хочешь, это, так сказать, вот основная часть, это положительные ионы плазмы. Помимо этого, этих ионов есть, безусловно, в плазме электроны, безусловно, есть, значит, возбужденные частицы, это все плазма. Значит, вот то, что ты сказал, вот, значит, относительно металлов, значит, да, расплавленный металл и просто водород, это не то же самое, как три компонента, когда есть плазма, расплавленный металл и водород. В этом я, значит, глубоко уверен и думаю, что вот это основное направление главного удара, так сказать, куда надо двигаться. Вот все пошли со времен, так сказать, вот, и сейчас идут большинство, на мой взгляд, вот, особенно японцы, они же что делают? Они получают искусственно вот те частицы, гетерофаза, о которых там от Светков спрашивают, там, ну, слойки или просто нано-порошок берут. То есть металл есть в нано-виде, есть в водород, так сказать, есть, есть нагрев, но плазмы нет. Я утверждаю, что плазма играет важнейший урок. Именно заряженная плазма, понимаешь? Она вот, вот, вольт-амперные характеристики показывают, что есть там процессы зарядки частиц и разрядки частиц. И есть локальные поля, очень сильные локальные поля. Ну да, вот я понятно, но спасибо за ответ. Я вот об этом думаю, что кое-что... Спасибо. Спасибо. Валер, у меня что-то проблемы там было. Это не только у тебя, это были проблемы у всех. Я всех подключил. Пожалуйста, какой-то странный сбой произошел. Это у всех был сбой. Ну, включу. Продолжаем, продолжаем наш... Валерий Николаевич, включи, пожалуйста, демонстрацию экрана. А то это самое, может быть, будут вопросы по... Да, тогда мне продолжать свой вопрос. Не знаю, сколько было слышно. Валерий Николаевич, запись проекте. Было хорошо слышно. Запись включена. Я даже не пойму, почему сбой произошел. Андрюш, продолжай свой вопрос. Ну да, вот я только об этом думаю, что при нашем эксперименте, где 1300 градусов, можно ли подумать, что там у нас плазма лития и расплавленный металл никел-медиа, что может быть это как-то похожая система. Я, конечно, не знаю, что и почему происходит в нашем эксперименте, имея в виду теорию, что не понимаю, но вот я об этом думаю, что можно ли найти параллели. Может быть, хоть мы просто металлами занимаемся, но может быть из лития уже при 1300 градусах как-то плазма термально выходит. Нет, Андрюш, 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 ты вопрос задавал, а выступить ты еще сможешь, чуть попозже. Хорошо. Это уже выступление, комментарий очень интересный. Друзья, тут руки заново надо поднять, к сожалению, вот все сбились. Хорошо, спасибо за ответы. Спасибо, Андрюш, за вопрос. Вот всем, пожалуйста, кто хотел, там был некоторый набор, все вот сбились. Кто, ты сам, ну, я так вижу, что Никитин хотел, но он немножко не ту клавишу нажимает. Ну, спасибо, Анатолию Ивановичу, за ответы. Никитин задает вопрос. Анатолий Иванович, у меня вопрос к вашему самовару, ну, в кавычках, скажем, как вы его называете, водяной катод. Вот, ну, смотрите, у вас, вы там воду наливаете, да? По-моему, вы сказали, никелевая, вот этот сосуд, никелевый, так и. Кастрюля, да. Да, вот, а что-нибудь происходит с этой кастрюлей, меняется она, может, на стенках что-то происходит, или, может, масса у него уменьшается, еще что-то. Вот какие-то были измерения такого плана? Нет, ну, конечно, меняются. То есть, вот, допустим, вот здесь острая кромка, она обгорает, то есть, получается, здесь оплав такой. Значит, часть элементов эрозирует, и вот эта вот верхняя часть, вот эта коническая, и вот эта, все острые концы, они, так сказать, округляются и уносятся потоком, то есть, масса уменьшается. Мы это измеряем. Но никель, может быть, изотопы никеля появляются? Нет, пока мы это не делаем, пока, так сказать, ответов нет. Ну, имеется в виду и другие эксперименты, да, вот, где вы наливаете жидкие металлы и так далее. Это же, вот, кастрюля – это важный элемент, он, наверное, кастрюля реагирует, и с металлами, и с водой, и с водородом. Так, безусловно, если бы этого не было, не было бы и результатов, и остальных ни по энергии, ни по рентгену, все было бы другое. Александр, комментарий чуть попозже. Значит, если вопросов больше нет, то тогда… Хорошо, измерений не было, значит. Да, значит, спасибо Александру Никитину. Евдокимов задает вопрос. Анатолий Иванович, спасибо за интересный доклад. У вас очень много идей, я штук, наверное, 15 насчитал идей, которых можно было идти и развивать. Идей на доклад. Вот, вот вы там показывали, когда ток превышает, ну, ток обратно дает цепь намного больше, чем на входе. Там был такой слайд. Вот, насколько мне известно, что, значит, плазма представляет собой индуктивность, то есть индуктивная нагрузка. И поэтому, когда энергия накапливается, накачивается, а потом она дается в цепь. Не кажется ли, это просто вот этот момент здесь фиксирован, и там ток может быть, конечно, большим, чем ток накачки. Ну, думаю, что это не так, значит, и почему, почему я так думаю. Вот обратите внимание, если у вас есть индуктивная нагрузка, то у вас должен быть сдвиг фаз между током и напряжением. Этого сдвига фаз мы не видим. Вот здесь, видите, синфазный. То есть, да, они, нет, если резонанс, то может в фазе быть могут, фазе. Если у нас резонанс, кстати, это вот идет отдача энергии. Если не фазе, если не фазе, то это там, да, это может быть, ну, когда резонанс, то может в фазе быть и токи напряжения. Но тогда вы должны иметь какую-то добротность, так сказать, этой системы, и вы должны видеть некий цук, понимаете, так сказать, раскачиваясь, потом он затухает там, значит. А у вас там колебательно затухает же там. Ну, а здесь вот видно, что есть вспышки. Они очень, ну, понимаете, они, я бы не сказал, что они, так сказать, особенно вот там на нижней картинке. Это больше похоже на хаос какой-то. Ну, и второй вопрос у меня. Вот электроды здесь у вас не обновляются. Вот полярография, например, есть электроды ртутно-капающие. Они обновляются, и всегда каждому, ну, каждый из экспериментов совершенно чистый, абсолютно идеальный электрод, причем такой сферической формы в виде сферы. Вот, может, здесь тоже надо вот использовать, как вы считаете, вот такой вот обновляемый электроды, чтобы исключить вот влияние деградации электрода на вот эти процессы. Ну, вот смотрите, если, так сказать, вот мы делаем, близимся, так сказать, идем по пути использования жидких металлов вот в какой-то диэлектрической там коробке, значит, зарастойкой, то у вас он на автомате обновляется все время, так сказать, вы когда плавите, значит, вот плазма же, она все-таки обрабатывает поверхность, если она даже грязная, все равно она становится чистой. В докладе, я когда в докладе был заучен, вот, поэтому... Вопрос с жидкими электродами. Я как раз думаю, что это электроды. Вот, поэтому, значит, ну, вот с жидкими электродами ваш вопрос, в общем, как-то отпадает. Если говорить вот про, ну, допустим, эксперимент типа кастрюли, ну, здесь бы, конечно, может быть, и хорошо было там, значит, вот все время иметь чистенький новенький электрод на каждый эксперимент. Ну, думаю, что это не надо делать, потому что, во-первых, это дорогое удовольствие, раз. Во-вторых, вас всегда уличат в том, что где-то всегда грязь. Наоборот, надо делать как можно грязнее эксперимент, и если он будет все равно работать даже в грязных условиях, так сказать, и повторяться, так сказать, результаты. Мне кажется, это легче поверить, вот, значит, недоброжелателю о том, что вот все-таки есть неплохо. Согласен, да, согласен. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Юрию Евгокимову за вопросы. Кудряшов задает вопрос. Плохо, плохо, как-то ближе к микрофону, где не слышно. Ага, вот так сейчас слышно, да? Ну, чуть лучше, да. Давайте тогда поближе, тогда откручим изображение. Хотя вот здесь мы с Сергеем Михайловичем находимся, наверное, мы одни только на работе в данный момент. Ну, нет, нет, не только, и я, например, тоже на работе в данный момент. Хорошо, да. Ну, естественно, мы прекратили эксперименты, да, послушали. Анатолий Иванович, доклад интересный, спасибо. Спасибо. И у нас, как экспериментаторов, которые там уже несколько лет подряд пытаются получить электричество из Вачаевской ячейки, ну, такой же вот родился вопрос. Анатолий Иванович, а как вы вот себе представляете, как бы, ну, в идеале, что ли, аппарат, который бы выдавал электричество вот на основе вашей ячейки? Вот что бы он из себя представлял? Откуда бы вы снимали электричество, как бы, так сказать, каким бы образом обработали? Ой, вопрос непростой, потому что, значит, ну, с Сергеем мы на эту тему, так сказать, многократно пытались... Понятно, что он родился совместно. ...говорить. Значит, вот то, что мы сейчас пытаемся, вот, в заявке с ребятами, вот из, я сказал, Рязани, но никакого отношения тут Рязани не имеют, извините, так сказать, коллеги, я был, наверное... Из Брянска, ты говорил, из Брянска. Из Брянска. Вот. Ну, вот нам хотелось бы, так сказать, так же, как, значит, вот, Милс, но тут другого ничего не придумаешь, значит, вот, значит, скоро у вас есть высокоскоростной поток, в котором есть водородные компоненты, есть гетерофаза, сильно ионизованный поток, то снимать с помощью МГД, ну, казалось бы, вот она, так сказать, став на конце из сопла, значит, магниты и снимать, так сказать, с поперечных, за счет эффекта холла, значит, снимать электрический ток. Значит, ну, вот мы пытаемся, вот, так сказать, эту концепцию как-то развивать в дальнейшем и будем что-то двигаться в этом направлении. Значит, то, что, вот, если здесь происходит, если основная моя идея верна, и то, что происходит взаимодействие протона с внутренними электронами, с образованием квазимолекул, то есть двухъядерных атомов, так называемых, значит, то, значит, ну, дальше, может быть, все идет и выше, там, уже когда образовался двухъядерный атом, значит, это же у вас один электрон обслуживает двух хозяев, двухъядерных, два ядра, так сказать, это никель, допустим, и водород, и, значит, уже это, допустим, на оболочке. Значит, этот электрон может, так сказать, один шаг для того, чтобы туннелировал ядро и образовывалась настоящая транспортация, но она пошаговая, мне кажется, идет. И, коль скоро там работают внутренние электроны, то выбрасываются, значит, вот, ну, некие убегающие электроны, которые имеют действительно кэвную энергию. То есть, вот, батарейка должна иметь, это так же, как радиоактивная батарейка, она должна иметь, все-таки, значит, маленький ток на большие напряжения. Значит, вот, если брать, то мы за основу брали, значит, вот, значит, это очень хорошо наблюдается на ВЧ-разряде, если вы переходите от постоянного на ВЧ-разряд, там убегающие электроны, они очень, так сказать, это батарейный эффект, так называемый, хорошо выраженный, тогда вы можете брать внутри реактора, вблизи разрядной зоны с помощью, значит, тех или иных электродов, вплоть до того, что это гвоздь будет, сетки, ну, любые, значит, съемные элементы вблизи разряда должны эти убегающие электроды видеть и, так сказать, чувствовать. Мы это вот реализовывали, можно до 15% снимать вот таким образом, постоянного тока из разряда, так сказать, переменного тока, то есть у вас ВЧ-разряд, казалось бы, там, ну, должны электроды туда-сюда бегать, так сказать, отслеживать это поле. Ничего подобного. Там, вот, если вы переходите в плазмоидный режим, вот то, о чем я, так сказать, пытался с цветком дискутировать, значит, когда возникает на одном из электродов буквально, так сказать, вот, ну, сфера светящаяся, и вот, ну, кстати говоря, Сергей тогда присутствовал. Мы от этого, значит, от этих убегающих электродов заряжали емкость, она хорошо заряжается. Видно, что это однополярное, то есть, вот, значит, отрицательным знаком заряжается, значит, окружающее пространство. Можно снять с окружающего пространства отрицательный потенциал. Спасибо. Спасибо. Сразу три методики. Ну, да, ну, это известные идеи, которыми Анатолий Иванович давно уже, так сказать, интересуется. Спасибо Кудряшову Годину. Ирина Саватимова задает вопрос. Ирина, включите микрофон, пожалуйста. Слышно? Да, сейчас слышно. Анатолий Иванович, конечно, суперсодержательный доклад сделал, и его хватило бы на три доклада, действительно. Поэтому вопросов очень много, но я скромненькие вопросы. Анатолий Иванович, у вас такой квалифицированный анализ гамма-спектров. Как вам это удалось? У вас суперспециалист есть? Ну, вообще-то, Ирина, там у нас действительно в институте есть подразделение, с которым мы взаимодействуем, но пока слабо взаимодействуем. Это вот Пикус Сергей есть, который работает совместно с Германией в их центре, так сказать, термоядерным, значит, вот, но, значит, ну, с мира по нитке. То есть, вот и они кое-что подсказывали, и другие, так сказать, люди, значит, были... Ну, консультации, конечно, так сказать, важны. Что там говорить? У вас АДМК, вот, фирма, да, Амптек фирма, Кадмитилуровый детектор был, да? Вот с детектором сейчас тот, который мы купили... Вот этот 1, 2, 3, это Кадмитилуровый? Это был, значит, я сейчас не помню, видишь, что задаешь вопросы, я сейчас тебе вряд ли отвечу. Значит, хотя посмотрю и точно скажу, что там стояло, так сказать, в качестве приемного элемента. Я знаю только одно, что вот сейчас уже не X1, 2, 3, а фирма Хамаци. Вот, ну, просто я увидела детектор, которым я пользовалась, поэтому вот, ну, само детекторное устройство. Ну, да, ну, вот эту детекторную головку мы прожгли ее, вот она стояла вот так. Я поняла, поняла. Почему прожгли? Вот, допустим, вот это окно у нас было неповрежденное, вот это вот затянутое фольгой, ну, она держала вакуум даже. Мы отсасывали, а вакуум держала. То есть там не было никаких отверстий. А вот в этой фольге, в бериллиевой, были отверстия. Я поняла, это отдельный разговор, это много. Как-нибудь, может быть, соберусь проанализировать все. До какого канала вы обрезали, помните, нет? Вы вот первую часть спектра обрезали, вы до какого канала? Я не увидела, там 72 у вас было там что-то. Ну, вот если переводить за счет калибровки, значит, вот подожди, где-то у меня там, нет, подожди. Вот передняя часть, которая вот шла, вот здесь, если взять вот этих самых... А в КЭВах? 0,6 КЭВ. А по каналам где-то здесь 50-й может и есть, да? Ну, вот я бы сказал, что половина от 72-х, это, наверное, 35-35. Еще Липсон говорил всегда, что 50-60 каналов надо отрезать. Ну, оно так, оно и есть, потому что, ну, если учесть, что тут еще идет электромагнитная наводка, вот, так сказать, еще там, может быть, 10 каналов отрезается, то, значит, вот, ну, тут уже надо очень аккуратно все обрабатывать. Ну, у меня вот все экраны из других металлов очень влияли на спектр, на интенсивность. Еще я хотела спросить, вот вы, значит, что в никеле цинка много образовывалось у вас. Ли еще вот на 10-й конференции, по-моему, докладывал там в 2000 году свои результаты, где у него огромное количество цинка из никеля, в никелевой, в эксперименте с никелем. Но он там просто, по-моему, манипулировал термоциклированием и давлением. Если, ну, он как-то объяснял, но я не помню, тогда меня это не интересовало. Вот просто, может быть, посмотрите. Ну, хорошо, интересно будет. Ну, вот опять, вот даже вот на этом кадре опять вот видно, смотри, Ирина, вот есть вот, ну, вот раз-два-три линии, вот здесь вот четвертая линия, значит. А вот почему-то вот этих линий я не вижу вблизи гидроксила. Понимаешь, почему я не вижу все линии цинка? Вот у меня всегда этот вопрос стоял, стоит, и вот неудовлетворенность какая-то. А в кальции так вообще мы видим только, ну, практически одну линию, вот, так сказать, кальции. Так у вас это спектр, вот этот спектр чего? Это оптический спектр. Да, но оптический я плохо знаю, поэтому комментировать не могу. Ну, понятно. То есть я масс-спектрометрию еще вот эту. Ну, вот помогла бы нам с масс-спектрометром. У нас вот вроде появился сейчас в институте этот самый ИДС-анализ, вот достаточно могу помочь моим коллегам, так сказать, все-таки это сейчас такого коллективного пользования у нас сделано установкой. Ну, у вас, вот видите, коллективное пользование, это прекрасно. А МАС-спектроскопия бы помогла бы нам чуть-чуть. Ну, 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 ничего, давно прошу тебя. Ой, если я вот только сейчас иду отсюда, это вот два года билось, чтобы какой-то результат пошел. Это очень непросто для поставки. Ой, надо, у нас масс-спектрометрия позарез нужна. Вот мы когда были там в Сочи-то, вот этот вот, значит, вот он же и Пархов, и мне, там этот самый, Карабанов-то, этот младший, он так хорошо сделал, так сказать, эти самые. Там действительно изотопные отклонения удивительно большие. Без масс-спектров нам тоже не пройти дальше. Надо обязательно их делать, как и рентген. Это вот два кита. Ну, понятно, спасибо, Ирине, за очень квалифицированные замечания, связанные с рентгеновской спектроскопией. Никаких замечаний не было. Были, были, ну, вопросы, вопросы. Значит, Андрюшкович, еще один вопрос, я так чувствую. Или это... Да, 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 нет, еще один, но у меня быстрый вопрос. В том слайде, где спектра X-ray, и там показано, что в 60 секунд уже там нет пиков. Вот это довольно странно. И вопрос... Я другой слайд имею в виду, где там... Там, где несколько... У тебя там 4 времени, по-моему. Да, да, 4 времени. И сначала... Развивается, развивается. А потом исчезают пики. Левее, это левее, левее. Раньше он был, раньше был. Еще раньше. Да, здесь. Здесь, где 60 секунд, и уже нет пиков. Вот вопрос, что по вашему опыту, это... Андрюш, я не слышу. Включи... Андрюш, у тебя выключился микрофон. Да, 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 здесь. Да, значит, вопрос, что... Это довольно странно, что исчезают пики. Вопрос, что по вашему опыту, это напоминает ли вас на что-то этот спектр? Что вы думаете об этом? Что это может быть? Ну вот, Андрюш, я еще раз обращал ваше внимание на том, что вот такая же особенность наблюдается не только на рентгеновских спектрах, а на оптических спектрах. Вот если ты посмотришь, подожди, это я, наверное, не только... Вот на оптических, вот эти вот линии были, вот на верхнем, на среднем, вот здесь уже вот на этом, когда 60 секунд, ты видишь, здесь тоже появляется, значит, сплошняк очень большой. А вот линии, так сказать, начинают уменьшаться, и они полностью, вот где-то при временах больше, чем 60 секунд, они переходят только в сплошной спектр. Тут вот натриевая линия остается, больше ничего не видно. Вот. И, значит, он растет, растет и растет, этот вот сплошной спектр. Поэтому это свойство, я считаю, общее, так сказать, свойство для плазмоидов, может быть, с формированием его оболочки, когда внутренние спектры, они вынуждены проходить через оболочку этого плазмоида, и вот они, по сути дела, значит, перепоглощаются, переизлучаются. Излучаются. Получается, в основном, мы видим излучение из короны солнечной, не изнутри Солнца, а из короны. И тогда ты будешь видеть только сплошные спектры. Это говорит, в первую очередь, о том, что эти линии просто исчезли. Не то, что сплошняк все подавил, а просто они исчезли, эти линии. Ну, Толь, ты ответил как-то на вопрос Андроша. Хорошо, спасибо. Да, и последний у нас вопрос, ну, может быть, я еще задам пару вопросов, Валерий Сергеевич Терещук задает. Меня слышно? Слышно хорошо. У меня простой вопрос, вот я так и не понял, все-таки, плазмы, какой металл вы применяли? Кажется, алюминий, да? Нет, в основном мы применяем никель. Никель, понятно. И второй вопрос у меня. Вот все пытались в холодном термояде поймать нейтроны. Вы поймали нейтроны какие-нибудь, хоть немножко? Ну, вот с нейтронами у меня были предыдущие доклады, значит, ну, вы можете посмотреть, вот, на наших, в записи, так сказать, были, значит, вот, доклады вебинаров на нашем семинаре, где там специально был посвящен вопрос по регистрации нейтронов, вот, с традиционными датчиками нейтронов. Но мы все-таки считаем, что есть основания полагать, что, значит, нейтронными датчиками, значит, мы регистрировали не нейтроны, а нейтроноподобные объекты. То есть, это что-то похоже на нейтроны, но это, так сказать, скорее всего, не нейтроны, это фальш-нейтроны. Хотя нейтронные датчики, вот там, радиометры различных типов, значит, вот, и делали мы вот с Годиным вместе там измерения, и делали мы с военным заказчиком, ну, везде нейтроны, так сказать, вот, на геле-3 датчики. Везде нейтроны, конечно, присутствуют, значит, можно от фона выделить нейтронную компоненту, вот, она есть, вот, и она есть после свечения, когда там вообще нет электромагнитных наводок, там импульсный разряд мы дали, а вот этот вот облако все начинает на протяжении, там, почти минуты, оно все равно поставляет какие-то вот частицы, на которые реагирует, допустим, датчик на геле-3. То есть, там уже вроде никаких электромагнитных, так сказать, вот, наводок, так в кавычках будем говорить, не должно быть. Все закончился, процесс электрический закончился, но, тем не менее, значит, чего-то летит, вот, но чего-то требует изучения с разных сторон, и вот, в том числе, вот, хорошо бы, конечно, вот эти вот пробирочные, там, эти самые сейчас детекторы, которые, значит, ну, наверное, можно достать будет, чтобы, вот, это самое, пузырьковые детекторы пробирочные, значит, вот, хорошо бы их здесь попробовать применить. Геггер и Миллеры, да, обычные. Нет, сейчас другого, сейчас нового поколения. Сейчас вот... После Чернобыльской аварии, кажется, вот продавали все приборчики. Валерий Сергеевич, давайте комментарии сейчас не будем. Спасибо, спасибо за вопрос. И, значит, вот давайте, ну, может быть, я еще два вопроса задам, а пока поднимайте руку тот, кто хочет, хочет комментариями, тот, кто хочет комментарии сделать. Значит, у меня, у меня такой, такой вопрос, у меня тут сбилось немножко, извините, сейчас я тут регулирую. Вот сейчас отрегулирую. Анатолий Иванович, ну, во-первых, ну, там приводились какие-то данные, вот 60 секунд там было максимально. Какова максимальная длительность эксперимента? Десять минут у нас обычно, так сказать, вот стандартный эксперимент. Вот когда десятки минут, когда десять минут, там больше минуты, то там, видимо, уже никаких чудес нету. Так, правильно я понимаю? Ну, вот этот сплошняк, вот видишь, вот на правом снимке, вот видно, вот был сплошняк черненьким, значит, а дальше он начинает расширяться, расширяться, но медленнее и медленнее, и количество отсчетов растет и растет и растет. Да, ну, это вот говорит, скорее всего, что процесс в самом начале. Ну, технологический вопрос. Как ты боролся с наводками, если боролся? Значит, ну, вот мы увидели вот вклад этих наводок, так сказать, в общий сигнал. Мы, по сути дела, вот эту часть спектра, про которую Ирина спрашивала, мы ее учитывали, что вот за нее заступать нельзя. Значит, вот все сигналы, которые там ближе этой границы, вот таким образом учет шел пока. Значит, второе, у нас там есть вот заземленный этот самый, как, значит, заземленный шкаф, значит, клетка Фарадеи. Вот если поместить вот этот вот прибор, детектор в эту, значит, клетку, то там вот уровень силов шумов существенно снижается. Ну, и этой методой тоже пользовались. Понятно. Анатолий Иванович, вот оптические, рентгенские спектры – это онлайн, а оптические спектры по веществам, которые там получились, они онлайн или потом как-то это все делалось? Значит, единственные, значит, вот оптические спектры, они как раз и были интересны в режиме онлайн, потому что мы впервые, наверное, никто до нас этого и не делал по-настоящему, сделали методику, когда скоростное кино синхронизировали вот с этой камерой оптического спектрометра. То есть вот то, что у меня показано, это точно вот они соответствуют друг другу. Вот именно этот кадр, именно этот спектр. Значит, вот по сути дела целое кино снято в режиме с онлайн оптическими спектрами. Значит, никаких здесь после эксперимента ничего не делалось. Это пока светит спектр. Это пассивная спектроскопия. То есть ты смотришь линии свечения вот этой вот плазмы. Значит, ну а вот когда уже на анализ отдаешь электроды, то, что осталось там, то, что пыль какая сидит, грязь какая сидит там. Понятно, это потом. Да, ну и, значит, наверное, последний у меня вопрос. Вот ты там говорил, что на столе вот эти треки. На чем треки регистрировались? На каком материале? Значит, ну это самое. Понятно, что это там, ну вот на стекле, это кварцевое стекло. Вот эти вот жирные там, вот эти вот, ну, выбоенные, так сказать. Значит, но они глубокие, значит. И я вот удивился, что они оставляли за один оборот. Вот эта частица прошла всего в один оборот. И вот там, где она касалась, там она, вот это, по сути дела, портрет вот этих частиц на кварцевом стекле. Вот. А вот это было, это у меня был, значит, такой пленкой закрыт стол, значит. Ну, обычный офисный стол, на котором вот выпадало все это вот, значит, все, что... На этом столе стоял разрядник трехэлектродный, из него что-то сыпалось. И я когда глянул, так сказать, думаю, надо это сфотографировать. Оно как-то, так сказать, интригующе выглядит. Понятно. Значит, ну, это, наверное, были мои последствия. Ну, еще есть вопросы, но... То есть это какая-то полимерная пленка сверху покрытая. Это гладкая полимерная пленка, которая позволяет анализировать треки. Так, ну, вот у нас три желающих выступить, насколько я понимаю. Первый комментарий давайте тогда от Пархомова, хотя он вопроса не задавал, но хочет сказать нам что-то. Саш, пожалуйста. Ну, что сказать. Вообще доклад замечательный. Я его слушал с большим интересом и даже, я бы сказал, с удовольствием, потому что было очень много всего интересного и важного. Но еще важно то, что изложение было таким ясным и четким, что у меня вот действительно ни одного вопроса даже не возникло. Есть несколько комментариев. Ну, во-первых, вот Анатолий говорил, что вот плазма обязательно и очень важна. Ну, в его реакторах это, конечно. Но ведь есть реакторы, вот никель-водородные реакторы, реакторы с лампами, с накаленными металлами, с лампами накаливания, в которых нет плазмы. Тем не менее, есть избыточное энерговыделение, есть трансмутации. Так что вот, что касается плазмы, это то, что не обязательно в процессах ленок. И второе. Вот говорилось также, что водород обязателен. Но есть много экспериментов, которые показывают, что водород не обязателен в процессах ленок. Ну, это те же эксперименты с лампами накаливания. Ну, еще можно привести пример экспериментов с термитными смесями. Там тоже никакого водорода нет, а трансмутации происходит. Ну, и можно найти еще несколько таких примеров. Ну, что это? Что это? Почему это важно? Вот если мы хотим создать действительно теорию вот этих процессов ленок, то эта теория должна обойтись и без плазмы, и без водорода. То есть водород хорош, но он не обязателен. Да. Ну, еще вот что. Вот очень важное исследование рентгеновского излучения. Ну, то, что появляется линейчатый спектр, это, на мой взгляд, неудивительно, потому что возникающие при трансмутации новые элементы, они, конечно, возникают в сильно возмужденном состоянии, и это состояние высвечивается, и появляются соответствующие спектры, в том числе рентгеновские. Вот, по-моему, еще более интересен вот этот непрерывный рентгеновский спектр. Вот этот непрерывный рентгеновский спектр в киловольтной области, ну, с чем он может быть связан? Ну, во-первых, он может связан с высокими температурами, но тут требуются уже миллионы градусов. Ну, какие здесь миллионы? Здесь вряд ли есть эти миллионы. Но еще они могут быть связаны с тормозным излучением. Вот как там может проявляться вот это тормозное излучение? Здесь нужны электроны, которые обладают энергией, ну, тоже киловольты, и, может быть, до десятков киловольтов. Вот они могут тоже порождать этот самый непрерывный рентгеновский спектр. Вот. Ну, а так вот доклад просто изумительный. Я слушал его с большим удовольствием. Спасибо. Валерий Николаевич, что-то Зателепин куда-то ушел. Ну, может быть, тогда Евгений... Я просто выключил, извиняюсь, я забыл включить. Евгений Егоров, пожалуйста, Ваш комментарий. Замечательный доклад. Виден совершенно замечательный прогресс. Реактор уже из горизонтального переведен в вертикальный. Значит, надо добавить магнитное поле, и будем семимильными шагами приближаться к реактору Вачаева и Иванова, у которой есть мечта. И хотел бы напомнить просто, Анатолий Иванович, значит, ты там вначале заметил, что скажешь пару слов о защите. На мой взгляд, это очень актуальный вопрос, поскольку, ну, треки убийственные совершенно. Вот. Будь любезен, скажи парочку слов. Спасибо. Он прокомментирует в конце, когда все комментарии закончатся. Спасибо Егорову, Чижову. Араик, пожалуйста, Араик Дангян, пожалуйста, из Лос-Анджелеса. Араик, Араик, ты там... Где ты ходишь? Включай свой микрофон и твой комментарий. Араик, твое выступление. Да, спасибо, Анатолий Иванович. Значит, вы упомянули про эксперимент Курчатова. Хочу еще раз обратить внимание на этот эксперимент. Во-первых, хорошо было бы повторить этот классический эксперимент, и у нас будет повторяемый эксперимент, который однозначно доказывает ядерное происхождение излучения, потому что там при 10 кВт регистрируется гамма-излучение диапазонный от 300 до 500 кВт. И что важно, что одновременно с этим гамма-излучением возникают нейтроны. Поэтому я бы хотел, чтобы при ваших экспериментах тоже присутствовали гамма-спектрометры, которые могут регистрировать это излучение в диапазоне от 300 до 500 кВт, кроме вот помимо этого рентгеновского спектрометра. Спасибо, спасибо, а Райку, да, но здесь спектрометр, который Анатолий Иванович Новый получил, он работает вот в рентгеновской области, а в высокой области чувствительность его низкая. Спасибо, а Райку Чижов комментирует. Толь, ну что, тебя уже похвалили, хвалить не буду за твой доклад, он действительно хороший. Ну, хочу как бы подвести... Меня слышно? Слышно хорошо, да. Хочу как бы подвести вот некую канву. Вот тот процесс, которым ты занимаешься, вот ты сегодня увидел, на сегодняшний день наконец увидел странное излучение. Уруцкоев его увидел в 2000 году. Ирина Борисовна Саватимова еще раньше их увидела. Вот, мы, я увидел это в 2019 году. Зателепин увидел другой, мы другим экспериментом, неплазменным экспериментом занимаемся. Увидел их раньше меня. То есть мы имеем дело с одним и тем же процессом. Вот мы с Рускоевым обсуждали этот вопрос. И я ему сказал, что все равно без водорода ничего не получится. Откуда у меня водород в Титане? Он говорит. Я говорю, в Титане очень много водорода. Очень много водорода. Это гетерогенный материал, содержит очень большое количество водорода. Поэтому вот с Пархомовым я здесь не могу согласиться. Да, трансплутация, конечно, может идти при каких-то больших там энергиях. И она действительно идет. Он разгоняет, да. И сталкивает. И там не только трансмутации. Там и разваливают, и процессы. Ну ладно. Поэтому здесь мы должны как-то совместно действительно обсуждать этот вопрос. Ты как-то усомнился. Вот у меня что-то тут странное назвали. Ну, я посмотрел совершенно такое же излучение, как и у нас. Совершенно такое же. Только ты в обратную сторону считаешь, что у тебя вот эта большая точка – это как раз вхождение. А потом у тебя идет понижение кинетической энергии данного состояния. И все-таки я склоняюсь, что это никакие не монополии, не дирока, не лошака. А все-таки стою на теории вот темного водорода, которая, я считаю, достаточно обоснованно сделана бараном, зателепенным бараном. Вот здесь давайте посмотрим, в чем тут дело. Понимаешь? Когда я посчитал энергетику, а от нее никуда не денешься. Вот расплавлен материал, расплавлен, масса расплавлена. Ты эмоционально говоришь? Вот я тоже эмоционально говорю. Но масса расплавлена, никуда не денешься. Вот она энергия, вот. Вот она. Она терраэлектрон-вольты. Мне пишут. Так это не получилось даже, так сказать, на самых больших ускорителях. Не получить этого. Ну, от этого-то никуда не денешься. Тогда я пишу, говорю, ну, тогда рассчитай, так сказать, кувалду в КТ и переведи в температуру, летящую кувалду в КТ, посчитай, и переведи в температуру, кинетическую энергию кувалды. Ну, нельзя, наверное, так сказать, мы должны сравнивать эти вещи. Вот. Поэтому сейчас, на сегодняшний день, я как-то не вижу объяснения такого приличного, реального объяснения. Ну, да, оно может быть не реальное, а, так сказать, логического объяснения тех процессов, которые мы наблюдаем. Вот у меня пока все. Спасибо. Спасибо Владимиру Чижову за комментарий. Валерий Сергеевич Терещук, короткий комментарий. Короткий совершенно. Я совершенно согласен с Чижовым, что действительно в любом металле, в Росфлаве особенно, содержится водород. Вот я просто вчера посмотрел справочник Словенского и тоже удивился. Вот чистейшая, кажется, чистейшая медь, да, только что выполнена, в ней кубики меди содержатся четыре кубика водорода. Это раз. И потом у меня совершенно реплика простая, значит. Я тут услышал, что вот это вы называете новая химия. Ну, я назвал, что это не новая химия, это новый физик. Мы получаем новый химический элемент, но сам процесс, это физический вообще-то. Согласитесь, что все вот эти вот элементы, которые получаются в процессе эксперимента, это все-таки соединение протона с нейтроном и с облаком электронов. Поэтому мы получаем, это чистая физика, конечно. Вот у меня такая просто реплика. Спасибо Валерию Сергеевичу. Спасибо. Ну, Валерий Сергеевич, я бы сказал так, что есть такая точка зрения, что химия – это недопонятая физика. Она тут уже у нас звучала иногда, поэтому вы в чем-то неправы, но и в чем-то и правы. Никитин хотел еще что-то сказать. Александр, быстро. Уже мало, я тоже несколько слов хочу сказать. Ну, меня вот удивляет вот это деление на плазму, на Пархомов говорит, что совершенно без плазмы все это надо делать. И тут же это, мне кажется, на фундаментальном уровне это одно и то же. Смотрите, Леннер, там водород с никелем, никелевой трубки, да, все это происходит. А почему мы думаем, что там нет плазмы? Что такое плазма? Это же пламя. И тут у Анатолия Ивановича у вас, да, смотрите, вы нагреваете воду с помощью плазмы. Она получается водород. И в этой никелевой кастрюле тоже очень большой выход тепла у вас получается. Мне кажется, на фундаментальном уровне это все одно и то же. Тут как-то надо же единить все это дело. Вот об этом я хотел сказать. Спасибо Александру Павловичу за комментарий. Друзья, тогда будем завершать. Я пару слов, буквально пару слов. Валерий Николаевич, по энергетике можно я скажу? Совсем коротко, ты уже выступал. Коротко, да, да. Мы по энергетике с Рускоем рассматривали вопрос. Он когда с Анатолием Ивановичем в прошлом году приехал, Златан Анатолий Иванович был в восторге от его экспериментов. И все в восторге. Что там говорить? Но когда я ему сказал, что я говорю, да у тебя энергетика-то выше. Ты посмотри, как при быстрой съемке взорвается твоя проволочка. Твоя проволочка взорвается с гораздо большей энергетикой. И у тебя трансмутация быстрее идет по времени просто. А у нас она идет дольше. У Анатолия Ивановича идет плазменный процесс. Да, энергетика у него достаточно большая. У него часто происходят эти реакции взаимодействия. Но если мы вот на своем никелевом реакторе сделаем, подберем резонанс и найдем частоту, при которой у нас увеличится число взаимодействий, мы получим очень интересные результаты. Вот этим я хочу заниматься, но пока нет возможности зафинансирования. Спасибо. Давайте все-таки на этом заканчиваем. Я пару слов буквально скажу, потому что мы уже два с половиной часа. Значит, друзья, ну три таких замечания. Замечаний больше, конечно, но во-первых, ну я хочу поздравить Анатолий Иванович с прекрасным докладом и поздравить с тем, что он запустил вот этот спектрометр, потому что у него очень высокое... Это полупородниковый, кадмиевый спектрометр. У него очень высокое разрешение. У него очень узкие линии. Посмотрите, вот мы тоже меряем рентгеновские, правда, побольше энергии у нас. Там начиная от 10 и выше, от 20-30, 50 кэф и выше. Он ниже смотрит. Но у нас такие широкие, ну такие расплывчатые линии, а он, видите, может отдельные вещества на... Даже вот там у него есть эти слайды, где на склоне сплошного спектра он различает различные вещества. Это, конечно, поздравляю, это шикарно, что такой классный спектрометр появился. Но вот два таких замечания важных, как мне кажется. Во-первых, рваные вот эти спектры, о которых Анатолий Иванович сегодня пару раз говорил. Конечно, это вопрос вопросов. И он говорит о том, в первую очередь, что это эти вещества, не эти вещества. Вот это, мне кажется, это однозначно об этом говорит. Потому что видеть только одни линии и отсутствуют другие. И обычная физика этого, физика вещества этого не объяснит. И еще одно важное, суперважное. Если вот это вот, на которое Андрош Ковач обратил внимание, что меняется картинка на четырех в разные времена. Вот этот слайд. То есть длительность процесса очень важна. И процесс, по сути дела, позитивный. Ну, позитивный в нашем плане. Когда идет какая-то генерация чего-то нового. Новая физика генерируется в этот момент. Это длительностью ограничено. Примерно, вот в экспериментах Анатолия Ивановича, примерно одной минутой. Я бы сказал так, что у нас, у нас вот с Дмитрием Барановым, вот примерно такой же, такие же тоже результаты. Мы похожими вещами, но немножко в другой технологии занимаемся. Тоже длительность очень важна. Через некоторое время процесс выключается, прекращается. Друзья, на этом спасибо всем. Завершаем этот семинар, этот вебинар. На первое число у нас пока еще явных претендентов нет. Хотя несколько человек предлагаются выступить. И мы с Анатолием Ивановичем должны еще принять решение. Возможно, сегодня даже оно будет принято. Спасибо всем. Поэтому первое число... Анатолий Иванович хочет выступить. Что-что? Не расслышал. Но неважно, друзья. Римов хотел выступить. Анатолий Иванович, слово скажи, пожалуйста, заключительное. Значит, ну, все устали. И поэтому я буду очень кратко... Большое спасибо вообще за все выступления. Они были... Значит, мне кажется, их надо учесть. И они конструктивные были. Самое главное. То есть не это самое... Люди видели и плюсы, и минусы. Значит, самое, пожалуй, и важное, так сказать, выступление, как я считаю, это все-таки... Ну, вот Александр Григорьевич Пархомов, значит, вот все-таки... Ну, он подковырнул, так сказать, значит, арану, которая, значит, ну, пока она без ответа находится, то есть без лечения. Значит, ну, действительно, так сказать, с одной стороны, есть плазменные технологии, с другой стороны, есть реакторы, которые вообще не используют плазму, но все равно они используют нагрев. Обратите внимание. Просто так, само по себе. Запустил я водород, и чтобы все пошло. Да нет, этого нет. Значит, вот все-таки есть какие-то... Почти плавление происходит никеля. Не забывайте об этом. Значит, ну, и в металлах, крути-не крути, ты сам, Александр Григорьевич, говорил, что все-таки мы понимаем, что вырожденная плазма там всегда есть, и, так сказать, термоэмиссия тоже есть, никуда не денешься, так сказать, все это звенья одной цепи. Но вот в чем я глубоко убежден, в том, что плазма, особенно сильно заряженная, так сказать, неравновесная плазма, она, ну, это мой опыт, я с этим работал, так сказать, в области плазменной аэродинамики, так сказать, до этого, многие годы, она может ускорять физико-химические процессы, кинетические процессы в плазме в миллионы раз быстрее становится, так сказать, некоторые реакции проходят быстрее в присутствии плазмы. Миллионы. Значит, и это не красное словцо. Почему? Потому что на самом деле, вот обратите внимание, гетерофаза – это же зарядка вот этих частиц. Вот когда начинаешь елозить даже в нашем случае зондом, ты видишь, что потенциал внутри этой плазмы, она не однородная, она, значит, электрически – это двойной конденсатор, там внутренние радиальные поля, не только продольные, радиальные поля очень сильные, значит, могут достигать до нескольких киловольт. Вот. И когда есть гетерофаза, значит, вот она заряжается в условиях особенно импульсно-периодического разряда до больших потенциалов. Это же псевдокатод. Он вылетает и несет потенциал катода. И первый стример, который с нового импульса, который начинает взаимодействовать вот с этой частицей металла, он проходит, садится на этот виртуальный катод. И, значит, а уже с него идет на настоящий катод. Это, если таких катодов виртуальных много, то у вас получается плазменный вандарграф. Вы заряжаете все капельки эти параллельно, они стартуют с одной и той же эквипотенциальной поверхности, катода. То есть, имеет один приблизительно и тот же потенциал. Это можно замерить, зандом прям. Значит, а потом, значит, разрядка идет с аноды. Идет стример, который разряжает все это дело. И, значит, последовательно, первый, потом ближайший, потом свой последующий, последующий, последующий. У вас волна напряжения при этом укручается. И, ну, известно, он арграф, он чего, он, так сказать, или Аркадьева Маркса. Будем называть это плазменный генератор Аркадьева Маркса. Сколько ступеней, во столько раз сильнее напряжение. Вот у нас, допустим, там на разряде, ну, киловольт сидит. Казалось бы, там это до термоядерных условий, тьфу, там это должны быть мегавольты. Но если у вас разряжается 10 таких капелек, то у вас уже получается не киловольт, а 10, а, может быть, и больше киловольт. Понимаете? То есть здесь, значит, надо аккуратно играть с тем, что дает нам плазма. Дает она нам выигрыш. А вот взаимодействует протон, мы же чего, вот Терещук нам все время, в прошлый раз утверждал, что до сих пор нет понятия, в каком виде находится водород там в кристаллической решетке. Скорее всего, это протоны в оголенном виде. Ну, так если мы заранее сделаем этот оголенный протон, так и вдобавок имеем сильнейшие поля, десятки киловольт, которые могут ускорить этот протон вблизи наночастицы. И, значит, он начнет уже путешествие в своих внутренних оболочек, то ли выпихивая электроны, то ли, так сказать, у него кинетическая энергия большая. Понимаете вы это? Он может дойти вплоть до ядра, до внутренних электронов. И я не согласен с Терещуком, который говорит, что там одна физика. Да нет, это не физика, когда у вас, значит, это квантовая задача, которую никто не умеет сейчас делать. Она не стационарная. Движение сквозь вот эту многослойную электронную оболочку, не стационарное движение протона. Никто в мире такую задачу до сих пор сделать не может. Задача архисложная. Если говорить реально, как взаимодействует водород, протон, вот с этой кристаллической вашей, с этими, и более того, кристаллическая решетка вам дает один вам только квантовый размер, расстояние между атомами в этой решетке. Наночастица, она тем и хороша, что появляются другие квантовые размеры. Скорее всего, это квантово-размерные эффекты играют важнейшую роль. Вот эти резонансы, о которых говорит ЧЖО, их, конечно, можно пощупать, но не так просто на гаражные, так сказать, эксперименты. Это не гаражный эксперимент, это эксперимент, который ведут вот сейчас поляки, когда есть хороший ускоритель, когда есть протонный пучок. Вот это же направление изучения кевных сечений для кевных протонов, значит, даже, может быть, 100 электронвольтных, ни в одном справочнике их нету. Они до сих пор никому не нужны были. И вдруг сейчас мы столкнулись с этой задачей. А что будет? Ведь задача-то простая. Что будет, когда есть атом металла, и в него входит протон? Неужели вот нельзя понять простую вещь? Давайте все-таки вычленим из всего самое простое, фундаментальное на этом пути. Извини, но ты про двойниковые границы знаешь в течение пяти лет, а двойниковые границы дают 10-10-10-12 вольт на сантиметр напряженность поля. Это главное, Володь, Володь, Володь. Извини, то же самое, то же самое, извини, Толя. То же самое, послушай, 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 то же самое проходит и у тебя. Когда капля отрывается, только отрывается от сантиметра, оттуда, то же самое, 10-10-12 вольт. Говорит уважаемый человек, к которому я отношусь. Я выключил, Анатолий Иванович, я выключил. Чудок, он без спроса включился, он эмоциональный очень. Ты тоже завершай уже, пожалуйста. Самое простое, в двойниковых этих действительно громадные поля, он прав. Но в процессах важно не поле, а разность потенциалов, разность, так сказать, это поле, интеграл от этого поля. На расстояние, какую энергию приобретает частица в вольтах. Причем тут напряженность поля? Как ты вот путаешься в школьных задачках? Я вот удивляюсь, взрослый человек. Ладно, ладно, не нужно это самое. Он постоянно делает одну и ту же ошибку. Анатолий Иванович, давай, завершай, завершай свою. Поэтому, ну, чего, вот я, собственно, и завершил, что вот задача о взаимодействии водорода, так сказать, с наночастицами, это важнейшая задача, которая требует напряжения, так сказать, ну, мировой науки на самом деле. Это новая и физика, и химия, так сказать, вот Валерий Сергеевич, значит, хоть и хочет свести все к физике, думаю, что это не так. Значит, химия тоже играет важную роль, здесь будет и окружение. Окружение будет играть важнейшую роль. И Пархомов прав, что один шаг до слабого взаимодействия, включение слабого взаимодействия в этой задачке. Вот. А уж кванты, ну, так сказать, без них никуда не обойдешься. То есть, одной механики здесь мало. Анатолий Иванович, можно... Про защиту, про защиту, Анатолий Иванович. Спасибо. Евгений, Евгений, вы уже выступали. Друзья... Да я не выступаю, я напоминаю, про защиту кто скажет. Евгений, 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 он обещал, но, видишь, не сказал. А эта тема бесконечно большая. И мы давайте ее сейчас... Возможно, попросим Анатолия Ивановича еще разочек выступить. Друзья, на этом позвольте завершить. Еще раз говорю, что насчет первого числа будет известно в ближайшее время. Насчет первого декабря. Спасибо всем за участие. До следующих встреч. Спасибо. Анатолий Иванович, большое спасибо. Отплатно.